А перед просмотром видео я хотел бы вас попросить зайти на канал Данилки. Я думаю, что многие уже знают, кто это такой, так как я с ним снимал некоторые рубрики, точнее, выживание на острове. Но все же, кто не знает, кто это такой, то прошу вас зайти и подписаться на его канал. Он снимает также интересные видео с Пиксельмоном и интересные факты о Майнкрафте. Также другие разные рубрики. Еще раз вас попрошу зайти сюда и подписаться на него. Это поможет и мне, и также ему. И я не думаю, что это будет очень сложно для вас. И, ребята, всем приятного просмотра. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Столмой Адисар. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в Ману Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый сезон, в 63 серию. Что мы будем делать в этой серии? Опять это дюпнулось. Так, не знаю, ребят, вот эти дюпы у меня уже немного, чтобы не говорили, что я читер, я удаляю эту штуку. Да, 50% покедекса у нас уже заполнены. Кто помнит, в предыдущей серии мы уже наконец-то вот это заполнили. И что мы будем делать в этой серии? В этой серии мы пойдем прокачивать наш орб, потому что орб нам нужен для того, чтобы наконец-то заспаунить Забдуса с того алтаря, которого мы сделали. Которого мы нашли, не сделали, да. И плюс к тому нам еще осталось 2 уровня Люкс Рейв, 6 уровней Голему, точнее 12 уровней Магвартару, 10 Сайзеру и потом еще что-то прокачивать. Если прокачаем, отлично, выложим и все. Кого мы сливили в предыдущей серии? Это у нас идет Смергл, Скорупи, Оникс, Лунатон и Кюбон. В принципе, нормальное такое количество покемонов, которых мы сливили за одну серию. Я надеюсь, все со мной согласны. Куда бы нам лучше все-таки пойти сейчас? И что я еще хотел сделать? Что я еще хотел сделать? Есть тут что-то, например, я не знаю, выпить, чтобы, например, себе на стол поставить? Потому что, знаете, вот эти все декорации, это круто. Но это тоже и время занимает, и, в принципе, нужно смотреть. Да-да, ребята, ресторанчик будет в скором времени. И времени, я надеюсь, я его уже наконец-то дострою. И будет круто, будет круто, мне так кажется. Потому что мы уже наконец-то там сможем еду себе делать. Так, знаете, что я еще хочу посмотреть, где вот эта фигня? Еда, там есть... Нет, не вот тут. Там есть мод, в котором много еды всякой. Вот, ух, но это нужно долго искать будет. Ща, вот тут, вот, 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 вот. Куки-туркий. Ич, нет, это, в принципе, не хочу. Вот, milk and cookies. Ну, это в пример, да, допустим, как это? Milk. Давайте, в принципе, вот так напишем. Milk and cookies. Вот. Ух, ну это дохрена, ребята, я не буду вам парить мозги. Я не буду в себе парить мозги в течение серии, чтобы делать вот эти хрени, вот эту глину желтую, зеленую, красную. Я добуду ресурсы в течение серии. Искать, и делать себе, и парить мозги, и потом куда-то ставить на какие-то места. Я вот это все сделаю вне серии, и, в принципе, мне кажется, будут даже многие довольны то, что я сэкономил время и сделал вот это все вне серии. И, в принципе, это быстрее сделалось, да? Фух. Мью. Я хочу мью. Я не знаю, мью, суйкун. Хм. Идейка. Как вы относитесь к тому, чтобы пойти и построить себе где-то небольшой домик на берегу моря, в принципе, и также половить покемонов? Половить покемонов? Половить себе рыбку? Ух ты, какая идейка, ребята. Мы можем делать прям несколько вещей одновременно. Знаете почему? Во-первых, у нас будет небольшое строительство, если мы себе построим небольшой домик на берегу моря, да? Во-вторых, он будет рядом с джунглями, то есть в любое время сможет заспавниться мью. В-третьих, он будет на пляже, то есть может заспавниться суйкун, да? Вы правильно поняли. В-четвертых, если мы будем иметь домик на пляже, то мы сможем ловить покемонов удочкой. Нужно еще удочку сделать и, в принципе, вылавливать себе там покемонов и выбивать с них рыбу и просто жарить и кушать. Это в четверо, в четыре, да? Во-пятых, ребята, мы же будем вылавливать покемонов. Мы себе будем орб прокачивать. Нужно попробовать, может, это даже еще будет быстрее. Это кто у нас там? А, ну, в принципе. Может, это еще даже будет быстрее. В-шестых, если мы будем ночью ловить, то может заспавниться логия. И в-седьмых, если мы будем ночью ловить покемонов, охотиться на них, то может заспавниться кьогр. Ребята, ни хрена себе мы сможем сколько дел делать одновременно. Но нужно посмотреть, как делаются удочки, потому что хоть убейте, я не помню. Хоть убейте, я не знаю, не помню. Я, в принципе, никогда даже вот эти удочки не делал. И, если честно, они даже вряд ли делаются, как я понял. А они даже нафиг вряд ли делаются. Но все-таки нужно посмотреть. Вдруг, но вряд ли. Ребята, вот они. Нет, я не знаю. Ребята, вы знаете, где берутся удочки? О, там Шайни. Пожалуйста, напишите в комментариях, где берутся удочки вообще. Потому что я даже не в курсе. Ни хрена себе, еще легендарный босс. А, уже пропал Шайни. Ну, ладно. Где берутся нафиг удочки? Я помню, мы вроде одну удочку дав... Ну, как давно? Вроде в предыдущем сезоне мы выбили одну удочку... С босса, что ли? Но... В этом сезоне вы видите, как нам везет на дроп с боссов. То есть, до сих пор нам выпал только один нафиг экспешер. Больше ни хрена. А экспешер до такого времени, как мы уже сейчас, уже имеем кучу легенд. Ну, как кучу, не прям кучу, но нормально количество легенд и покемонов. Мы прокачиваем шесть покемонов в одной команде, и экспешера хватает нахрен только на одного покемона. А что говорить про то, что может выпасть удочка с босса, это вообще... А, в принципе, знаете, в чем прикол? То, что возможно, в какую сторону нам лететь. Хм... Я что-то попутал, если честно. А знаете почему? Потому что я вроде находил еще джунгли, но я не помню где. И в том-то смысле, что эти джунгли находились возле океана. А если я эти джунглища не найду, то реально никакого смысла даже не идти вот то делать, что я планировал. Но они вроде где-то вот тут, что ли, были. Тут ни хрена, да? Допустим, вот тут. Нужно вот это, ребят. Ребят, кто помнит, пожалуйста, напишите с предыдущих серий. Я помню, мы находили джунгли рядом с океаном. Но я не помню где они. Офигеть. Вот я забыл. Ну, в принципе, как я тоже мог помнить, да? Координаты именно тех джунглей, где мы это все нашли. Но хоть убей. Я не помню, ребята. Честно. Знал бы, тпкнулся. Но... Не знаю. Нет, это не то. Уже обрадовался. Но это не то, к сожалению. Тут что? Не помню, честно, ребята. Если мне никто не скажет, где были вот эти джунгли, то я, в принципе, потом постараюсь через... Посмотреть, точнее, в серии, где они были. Потому что сейчас хоть убейте, я не вспомню. Я не могу вспомнить вот те координаты, где они были. Поэтому не знаю, ребята. Ну что, ребята, вот я тпкнулся в джунгли. Не помню, те, не те. Но просто я не знаю. Вот тут, мне кажется, что-то есть. Вот тут. Может, просто карта не сохранилась, что ли? Или кончено как-то сохранилось? Потому что... Не знаю. Сейчас мы посмотрим. Есть ли тут океан или нет? Вот тут, спереди. Может, там что-то виднеется? В том смысле, что есть какой-то... Какие-то признаки воды, что ли, да? Ну... А вроде даже вот это вот тут. Да, вот тут океан. А мне интересно, почему нахрен не сохранилась вот этот участок карты, что я сейчас себе парил мозги. Да, я там вижу танч, но я не хочу туда лететь. Вот он, ребята, если вы не заметили. Вот он. Не хочу туда лететь. И, в принципе, если мы его заметили, значит, он уже облутан. И мы его уже облутали, потому что... Я говорю, как-то я не заметил то, что... Вот эта карта... Точнее, карта, вот этот участок не сохранился. Фух. Так. Вот, допустим, вот где-то вот тут построить себе домик, да? Вот это все разровнять. И мне кажется, даже это будет круто. И, в принципе, многие покемоны... Одна из четверых религийн, в принципе, смогут заспавиться. Так, выключим тут шейдеры. Чтобы не парить себе мозги вот этими лагами. И знаете что? Опа. Сначала убьем вот этого босса. И знаете, что еще? Сейчас, дайте я попаду сначала в него. Ну, иди ты сюда. Охренеть, еще и дождь пошел. Вот, хотя бы попал. Знаете что, ребята? Раз мы уже возле океана... То почему бы не пойти... Я не знаю, честно, чтобы ему изучить. Все атаки тут охрененные. Нет, не нужен. Если нам нужен будет Solar Beam, я пойду возьму... ТМ-ку с сундука и мы прокачаем. Но сейчас я просто не хочу. Раз мы уже тут, там был босс, ну да ладно. Знаете, что мы сделаем? Мы попытаемся найти каких-то водных покемонов. Раз мы уже тут, а? А почему тут не действует? Я не узнаю. А, вот тут, в смысле, вот это звук. А у нас даже стандартного тентакула нету, если честно. Это немного расстраивает, что... Обычного покемона мы просто-напросто забыли словить. Вот он. Как раз ночь на дворе, на улице. Поэтому он, по сути, должен просто-напросто с легкостью туда залезть. Плюс к тому, что мы будем ловить водных покемонов. Это еще классно, потому что, в принципе, будут добавляться новые покемоны в Покедексе. В принципе, у нас будет много покемонов. Вот тут дом можно построить. Вот тут классно, мне кажется. Будет. Вот именно вот тут. И близко к Джун для Микокеана. Ну, мне кажется, реально, вот тут круто будет. Классно вот так. Ну, это, в принципе, потом мы будем уже строить. Но уже запомните эту точку. А хотя это даже не океан, нахрен. Это обычный водоем. Хотя пишет океан. То есть, это никакой не океан. Видите, это просто большое нафиг озеро. Так же, как и тут маленькое озеро, только тут большое озеро. Ну, ладно. Никто не отменял даже в том же озере водных покемонов. Окти, 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 лэри. Нихрена. Окти, лэри. Опа, это что за покемон? Новая версия? Я вообще, ребята, не в курсе. Нихрена. Вижу, вижу. Нихрена себе, снайпер. Я надеюсь, это первая эволюция. Потому что я видел какого-то там быстрого кальмара, что ли. Он реально очень быстро летает. И, в принципе, повезло, что я у него сразу попал. Я надеюсь, ты сейчас словишься? Ага, хрен. Октазука. Вот у тебя так и называется. Доскоп. Смотрим. Может, фосил. Хотя, вряд ли. Не, ну, в принципе, по сути, у нас много фосилов. Но у нас много одинаковых фосилов. То есть, знаете, могут быть еще какие-то другие. Не, ну... Вроде я больше ничего не вижу. Так, ну что? Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что? Обрастось там. Пока ночь. Ой. Сначала хотя бы вот так, да? Пока ночь. Мы пойдем сюда. Минус 2400, минус 1200. Минус 2400, 75, минус 1200. На поиске каких-то легенд. Если они, конечно, заспаются. А если нет, то хотя бы поищем каких-то водных покемонов. Смотрите. Нам нужно Хорси. Нам нужно... Кто еще? Мантин. Ну, Шарпедо. Да, в принципе, Шарпедо нужен, но первую эволюцию Шарпедо. У нас, к сожалению, еще даже до сих пор нету Гастли. А Гастли нужно словить. Гастли. Он, в принципе, в шахтах вроде ночью спавится. Поэтому нужно будет попробовать его словить. Дигреты, Клиферии, Джиудуд, Гравель, Сикинг, Зубат, Чинчоу. Чин. Чин. Чоу. Вот он. Хочу Чинчоу. Да, в принципе, его у нас и нету. Поэтому не то, что можно, а нужно его нафиг словить. Если я, конечно, в него попаду, потому что вы видите, как они быстро передвигаются. Я вам нафиг не... Не какой-то сверхъестественный чувак, который может попасть сразу же. Я надеюсь, мы тебя словим. Точнее, хотя бы попадем. Вижу. Нет. Не... Нет. Нет. Не уплывай. Мы тебя просим, Чинчоу. Вот ты паскуда. Я сейчас за тобой вернусь. Вернусь. Я сейчас вернусь за тобой. Вот ты нафиг. Ну, 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 скажите, что не скотина. Ребят, вы согласны, что скотина настоящая? Мало того, что пудрил нам... Мозг, что мы за ним столько парились, летали. Так, он еще, зараза, и пропал. Я надеюсь, ты не такой Чинчоу. Потому что ты просто стоишь на месте, как я вижу. Охренеть. Просто замечательные Чинчоуы. Вы прям радуете, знаете. Вы прям знаете порадовать. О, вообще круто. Вообще круто. Ранец. И где наш электрический ранец? Точнее, не электрический ранец, а ради... Короче, хрен я узнаю, забыл, как называется. Ну, в принципе, нормально. Я надеюсь, вам не очень так громко слышно. Вот, X3 Heals. А нам нужно вроде X3 Heals M. Да? Мне говорили, что... Что там спамится... Эммм... Эмм... 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 Это X3 Heals, а нам нужно X3 Heals Plus или X3 Heals M. Да? Я... Я прав, ребята? X3 Heals. X3 Heals, а не X3 Heals. Эмм... Ну, ладно. Ты там... Излетай, а мы куда-то полетим. Хрен его знает куда. Ну, давайте... Да, куда-то в ту сторону. Там мы еще не были. Опа. Ну, нихрена себе Чинчоу заспавнилась. Вот сейчас... Ладно. Давайте быстро. Чет было. Ладно. Давайте вот так. Спустимся. В принципе, с... Этим ранцем, мне кажется, быстрее будет их попытаться словить. Но все же вы видите, какие вот эти Чинчои гадины. Я тебя сейчас перехвачу. Я перехвачу тебя. Ты где? Я тебя не вижу. 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 А, ну, таким способом, конечно, мы хрен Чинчоу-то... Не, ребята. Я не знаю, как их ловить. Таким способом мы реально тупо ни хрена не сможем. Иди сюда, паскуда. Ну, иди сюда, пожалуйста. Ребят, мы же просим его. Вот. Сразу давай, а то мы сейчас еще... Нужно было дайвболом ловить. Но все же даскболом он вроде тоже залезет. Главное, чтобы мы там не подыхали от нехватки воздуха. Это самое главное. А то будет прикольно. Классно, мы словили Чинчоу. Так, ну что, ребята. Вот я уже тпкнул все домой. В принципе, как я понял, больше там нам делать нечего. Мы словили тех, кто нам... Хотя как? Ну, не всех мы, конечно, словили, но все же. В этой серии я, к сожалению, никого не буду добавлять в музей. Потому что я говорил, нам нужно поменьше уже хотя бы даже разговаривать о том же музее. Потому что он уже заполонил этот сезон уже больше, чем сам мод, как бы, и покемоны, да? Поэтому, в принципе, да, музей круто, музей классно. Мы будем, как бы, его дальше развивать и будем добавлять туда людей, да? Но со временем, то есть, не сразу, а, как я говорил, раз в три серии. То есть, в предыдущей серии мы не добавили, в этой серии мы не добавили. Значит, в следующей серии мы добавим где-то 9 новых человек в музей. Поэтому, ребята, не забываем дальше комментировать, не забываем дальше активно ставить лайки. Потому что попасть в музей, возможность есть у каждого. И, может, именно ты сейчас, который меня сейчас, если слушает, да? Может, ты уже именно в этот момент, если ты много комментировал, может, ты уже даже находишься сейчас в списке. И, может, ты в следующей серии не попадешь в музей, потому что еще не дошла твоя очередь. Но, может, потом, когда дойдет твоя очередь в списке, ты уже попадешь в музей. И ты, в принципе, будешь занимать... Точнее, в музее один из покемонов будет занимать твое имя. Поэтому, ребята, не прекращаем комментировать, потому что каждый из вас может попасть в музей. Перед тем, как закончить, я не знаю, честно. Я не знаю, честное слово, ребята. Честно. Давай... Хотя, фиг его знает. Нам нужно найти горы Extreme Hills M или Plus. В принципе, как мне говорили, что NT спамится вот там. Поэтому мы его будем там искать. Но, к сожалению, уже не в этой серии. В этой серии мы попытались найти кого-то, легенду, но не нашли. Потому что это легенды, и они хрен спамятся. Кроме, конечно же, Райкоу, да? Который, в принципе, любитель троллить и который только нафиг и спамится. И портит нам все в том смысле, что только... Только Райкоу, кто и спамится среди легенд. Который уже не знаю, сколько раз заспамился нахрен. Поэтому, ребята, давайте уже, в принципе, на этом закончим. Да, согласен, серия недолгая. Но зато быстрее выйдет. В том смысле, я говорил, что 20-минутная серия может грузиться 3 часа. 19-ти минут на серии может час грузиться. Там есть такая, я не знаю, почему такая разница. Но все же, ребята. Всем благодарен за просмотр. Ну что, ребята. Всем за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Не забываем в комментариях писать какие-то советы или еще что-то, что мне лучше сделать. И, в принципе, даже о просьбе, что бы вы хотели, что бы я сделал. Кого мы, в принципе, словили в этой серии? Тентакула, Октиллери и Чинчоу. Три покемона за одну серию. Только за то, что мы путешествовали над океаном, в принципе, мне кажется, нормально. В общем, Антина там осталась лидить еще парочку покемонов. Хорси еще там чуть-чуть. Поэтому, ребята, в принципе, уже давайте на этом закончим эту серию. Всем за просмотр. Не забываем ставить лайки и комментировать. Всем за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Продолжение следует.